Приветствую! Я вижу, тут есть мои земляки, где я раньше жила, в Санкт-Петербурге. Сейчас я живу уже 20 лет в Израиле. Еще раз представлюсь, меня зовут Людмила Королева. И для тех, кто меня не знает, я немножко расскажу о себе, чтобы вы понимали, кто я, и о своем опыте. Ну, во-первых, в сетевом маркетинге я с 93-го года, весьма успешно, очень им довольна. В прошлом и в течение этого времени я занималась раскруткой различных проектов на земле. Сейчас немножечко закреплю. Причем я брала проекты с нуля и доводила их до практического результата. Придумывала идею, воплощала ее в жизнь. Разные интересные проекты, занималась креативной рекламой. Ну, что значит креативной рекламой? Ну, например, я разрабатывала не как дизайнер, а как руководитель полиграфическую рекламу. Там, например, флайеры, постеры размером с журнал, с плакат, плакаты для метро, щиты на дорогах. В качестве сценариста и менеджера тоже была в документальных и рекламных фильмах. Выступала на радио, писала статьи в журналы. Ну, короче, делала все для раскрутки проектов. В 2000 году закончилась тут электронной коммерции, строила сайты, раскручивала их, как понимаете, уже больше 10 лет в интернете. И я так думаю, что вы немного найдете людей, которые имеют такой разнообразный опыт, да, вот такой винегрет. Вот, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы со мной согласны, что вот людей, которые имеют такой разнообразный опыт, их не так много. Поставьте, пожалуйста, плюсы. Как подписаться на мою подписку? Он на моем сайте, людмилакоролева.ру сайт называется. А если вас кто-то пригласил, они вам тоже дадут. В общем, поэтому я, да, я вижу, что вы со мной согласны. В общем, поэтому я позволяю себе думать, что я что-то понимаю в том, о чем сейчас мы будем говорить. Поэтому слушайте внимательно. Вам больше никто не расскажет вот таких вот тонкостей и фишек, которые я вам расскажу сегодня абсолютно бесплатно. И я надеюсь, что они помогут вам построить ваш бизнес, воплотить ваши мечты, все, что вы хотите. А вот в своем тренинге «Как получить бесконечный поток партнеров и перевести свой MLM-бизнес в интернете на автомат» я упоминала о трех видах сайтах. Это сайты, которые нужны вам для вашей автоматизированной системы раскрутки вашего MLM-бизнеса в интернете. Это у нас тематический сайт или блог, страница захвата, или больше она известна как воронка на русском языке, и сайт-визитка. Сегодня мы будем говорить о тематическом сайте или блоге, да, как бы есть небольшая разница. Ну и в будущем я сделаю тренинги на остальные виды сайта, чтобы вы понимали, как они делаются и для чего, и как с ними работать. И вот о чем мы с вами будем говорить сегодня. С чего начать, как определить цели и задачи блога, как построить правильную структуру блога, как сделать правильную рубрикацию, как и о чем писать, и полезные советы я вам тоже дам, очень важные. Итак, тематический блог, да, начнем. Вы, конечно, можете заказать блог или сайт, и его техническое создание, дизайн, даже контент, это содержание. Вот в прошлом тренинге я вам объясняла, что такое контент. Но это если у вас есть на этом материальные возможности, вы точно знаете, что вы хотите сделать. А можете сделать это сами. Хочу вам сказать, что это совсем не сложно. Вот я вам потом приведу примеров людей, которые совсем недавно вообще приблизились к интернету и к компьютеру и делают совершенно замечательные вещи. И я не могу сказать, что если вы будете делать сами, что это вам будет бесплатно, потому что вы будете вкладывать не деньги, а свои усилия, свое время. А время – деньги, как говорят, и ваша работа тоже имеет цену. Но в том, что вы будете делать это сами, есть очень большие преимущества. Сейчас я вам объясню, какие ребята. Вы себе не представляете, что с вами произойдет. Ну, во-первых, вы раскроете свой потенциал, потому что в каждом человеке есть необычайный талант, очень много разных возможностей. Вы очень хорошо осознаете, чем вы занимаетесь. Вот тем видом бизнеса, которым вы занимаетесь, вы хорошо поймете суть этого бизнеса, потому что вам нужно будет это описать, как-то выложить на своем блоге. Вы поймете суть своей компании вообще, в чем ее прелести, в чем суть сетевого маркетинга, когда вы вот эти вещи делаете. Вы очень вырастите профессионально, вы повысите свою самооценку и уверенность в себе, что очень важно, потому что очень многим мешает неуверенность в себе, они считают, что они на что-то не способны. Научитесь развивать проекты, планировать, достигать своих целей. Станете настоящим экспертом, значит, притягательным человеком. Научитесь правильно и профессионально развивать свой бизнес, повысите свою ценность на рынке. И уже вас будут искать и просить, чтобы вы стали их спонсором. Вот такие результаты, ребята, вам нравятся, если вы сами будете делать блог и сами будете его развивать. Вот кому нравится такая перспектива, поставьте, пожалуйста, плюсики. Мне интересно это. Кому это нравится. Да, действительно здорово. Действительно это очень сильно вас продвигает. Хорошо, поехали дальше. В первую очередь, до того, как вы начали что-то делать вообще, нужно определить цель, для чего вы делаете этот блог. Мы сразу договоримся, что мы говорим только о деловом блоге, не о каких других видах блога. Деловой тематический сайт, который будет являться частью вашей системы, продвижение вашего MLM-бизнеса в интернете или на земле, это неважно. Значит, блог у нас тематический, значит, на какую-то определенную тему. Здесь не должно быть на этом блоге никаких продаж, никаких мотиваций на продажу. Абсолютно ничего о вашей компании, о ее продукции, о ее маркетинг-плане. Ничего. Это сайт, такой брендовый сайт, для того, чтобы повысить вашу ценность. Но об индустрии MLM нужно говорить, да, обязательно. И вот, значит, мы это определяем. Так вот, ребята, какова же на самом деле цель вашего блога? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в чате, мне очень интересно. Как вы думаете, какова цель на самом деле вашего тематического блога? Есть у кого-то мысли на эту тему? Меня слышно? Может быть, не слышно стало? Стать людям полезной, да, вот Юля считает. А вот это же бизнес-цель, вы же делаете блог для бизнеса. Какова цель? Показать, чем я могу быть полезен, как стать успешным, продвинуть свой бренд. Это, ребятки, все задачи. А вот главная цель вашего блога, на самом деле, ваша цель – получить партнеров в вашем MLM-бизнес, ни напрямую не агитируя в свою компанию. Вот это цель блога. Самое главное, вы должны об этом все время думать. Но как это сделать? Надо определить задачи блога. Вот вы должны вообще-то продвинуть себя как эксперта в какой-то области. Причем незримая связь должна происходить в этой области с вашим бизнесом. Вот какой-то переход должен быть. И в первую очередь вы должны определить тему своего блога, как это будет называться, о чем вы там на блоге будете вещать, разбить его на рубрики, наполнить статьями. Мы попозже разберем это подробнее. Итак, давайте с вами определим задачи. Значит, первая задача. Кто моя целевая аудитория? Вы не можете писать для всех. Вы должны выбрать какую-то конкретную целевую аудиторию и на нее писать. А целевая аудитория – это каких партнеров вы хотите получить в будущем в свою команду. Кто мой читатель? Определите его возраст, пол. Может быть, вы хотите работать только с сетевиками. Может быть, вы хотите спортсменов набрать в свою команду, они серьезные ребята. Может быть, вы хотите работать только с молодежью. Может быть, вы хотите, чтобы к вам пришли люди, кого интересует здоровый образ жизни. Люди, которые хотят поменять стиль жизни. Люди, которые хотят вырасти как личность, да, вот интересует личностный рост. Может быть, вы хотите только победителей, да, и хорошо бы представить каких-то реальных людей, которые, обязательно вот это все запишите себе на бумажке, ручкой запишите, реальных людей, представьте их себе, которых вы хотите видеть в будущем в своей команде, вот для них вы и будете писать. Следующий вопрос, да, задача следующая, которую вы должны определить, какие результаты я хочу получить. А вот здесь вот то, что вы писали в чате, да, это уже задачи. Значит, какие задачи вы ставите? Продвинуть себя как эксперта, стать интересным, популярным, получить фанатов, да, которые прилепятся к вам, постоянно читают, подписываются на ваши обновления, пишут комментарии, с которыми у вас останавливается обратная связь. Вы стимулируете все время своих читателей к этим действиям, ну и в конце концов они становятся вашими партнерами. Вот это результаты, которые вы хотите получить. Теперь, что вы хотите дать своему читателю? Ну, конечно, полезную какую-то информацию, которая даст ему мгновенные реальные результаты, и поэтому, именно потому что вы ему даете вот эту нужную информацию, которая дает реальные и мгновенные результаты, вы исполните ваши задачи. Теперь, когда цель, темы, задачи определены, можно приступить к созданию уже самого блога. Вот, давайте определим, каким должен быть блог, да, с чего вы вообще-то должны начать. Ну, мы будем сегодня говорить о бесплатном блоге, да, на блогере. И я вам уже говорила, почему мне нравится именно блогер, потому что Google, раскрученная площадка, там все хорошо работает, все нормально. Вот это лучший вариант бесплатного блогера. И вы знаете, на самом деле, хотя там блоги на блогере все друг на дружку похожи, можно сделать такой фантастический блог, что он даже и не видно будет, что это блог на бесплатном сервере, но только по адресу можно будет определить. Вот вам в следующее воскресенье Юля как раз расскажет все фишки. Я по дороге буду говорить какие-то вещи, которые она вам будет освещать. Обязательно в следующее воскресенье в то же время в этой комнате будьте, потому что никто вам такого не расскажет. Вот многие люди уже давно на блогере и знать об этом не знают. А вот мы с Юлей с этим разобрались, и вот она вам это расскажет. Вам интересно, ребята, как сделать непохожий на других блог, чтобы он выглядел профессионально на блогере? Поставьте плюсы, кому интересно. Вот уже отметьте себе, кому интересно, в вашем календаре, что в следующее воскресенье у вас будет вот такой вот необычайный тренинг. Итак, на блогере мы создаем там все. На самом деле конструктор очень простой, любой новичок может разобраться, особенно когда Юля вам расскажет. Но в принципе то, о чем я вам буду говорить сегодня, оно относится ко всем видам блогов и сайтов. Это как бы основа, скелет, в том числе и на платной площадке. Поэтому вы должны понять, что ваш блог должен быть удобным, в нем должна быть правильная структура, правильная навигация, правильный дизайн. Давайте начнем с вами, ребята, со структуры. Как вы строите структуру? Вот на блогере, да, вот это план вашего блога, вот здесь вы видите с изнанки. И выберите себе какой-то шаблон, который там есть из предлагаемых шаблонов, который вам нравится. Я предпочитаю простой шаблон, без всяких вот наворотов, прозрачностей. И вы знаете, там есть разные виды шаблонов с разными меню. Мне нравится, когда есть меню и слева, и справа. Тогда можно очень хорошо построить структуру, и читателям вашим будет удобно. Поэтому вот как бы хотите, выбирайте только с одним меню, только слева или справа. Но вот самый лучший вариант, когда у вас есть возможность слева и справа, сейчас когда я вам буду объяснять, вы увидите, насколько это здорово. Теперь модули. Модули – это как бы части, блоки. Верхний блок – это название вашего блога. Вы можете оставить просто написать название, а можете вставить сюда заранее заготовленную картинку. Вот опять, как это делать, это все вам Юлечка расскажет. Теперь следующие вкладки. Здесь страницы. В принципе, в блоге одна единственная страница. На которой можно оставлять комментарии. Все остальные, вот у меня, например, сделано об авторе, как со мной связаться, моя миссия. Это страницы, на которых нельзя оставить комментарии, они статичные. Просто можно их почитать. Но позже мы будем говорить, это тоже очень важно. Теперь левое меню, левый модуль. Вот у меня здесь, например, девиз написан, рубрики, различные вещи. Вот вы посмотрите, потом я вам покажу, как это выглядит. Правое меню, где наверху ваша фотография, подпись, форма подписки. И еще разные вещи, о которых мы чуть попозже поговорим. Например, на платном блоге можно еще сделать «Я на социальных сетях». На блогере этой возможности нет. Там под статью есть, но только Facebook и Google Plus там можно поделиться. Нижние модули, вот здесь, да, вы видите. Вот здесь я расположила архив блога, дополнительную статистику, не только блогеровскую. И можно сюда еще тоже поставить партнерки. Вот таким образом формируется структура вашего блога. Теперь смотрите. Вот так выглядит мой блог на блогере. Кроме всего прочего, вы видите, что дизайн такой, который вообще не отвлекает людей. И наоборот, выделяет то, что находится внутри. В названии совершенно четко и ясно понятно, о чем блог. Мастер-класс Людмилы Королевой. Значит, будем учиться чему-то, да. Вот здесь главная страница об авторе, как связаться и миссия. В левом меню, вот здесь у меня девиз, мой любимый Билла Гейтса. Если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе. Поезд по этому сайту. Потом идет рубрикация. И вот с этой стороны, с правой стороны, моя фотография, форма подписки. Партнерка на Smart Responder. Это служба рекомендации, самая лучшая сегодня служба рассылки. Можно тоже отдельный тренинг на эту сделать. Ну, постоянные читатели и так далее. Вот вы видите, как это выглядит. И вот такой вот спокойный дизайн. И вот поставьте, пожалуйста, плюсы, кому вот, кто видит, что это очень легко, удобно читать, спокойно и видно, что это серьезный деловой блог. Вот поставьте, пожалуйста, плюсы, кто это увидел. И он, главное, аккуратный. Окей. Теперь поехали дальше. Следующая вещь – дизайн. Дизайн – самое последнее, что нужно. Главное, чтобы было аккуратно, удобно, вызывало какие-то позитивные эмоции. Поверьте, вот делали опросы, профессионалы. И дизайн – это последняя вещь, которая интересует людей. Теперь я хочу вам показать, может быть, здесь есть кто-то в нашей комнате, кто, в принципе, скажем, может быть, это чей-то блог, да, вот я наткнулась на такой блог. Это тоже деловой блог, тоже на блогере. Вы посмотрите, прозрачный фон просвечивает там, где нужно писать вот этот вот фон с какой-то листвой, которая выбрана. Тут какие-то картинки, которые бьют в глаза. На зеленом фоне какие-то цветные буквы текста. И текст, ребята, надо писать как в книжке, да, черными буквами по белому тексту. Так нам всем удобнее читать. Вот просто представьте себя. Скажите, пожалуйста, вот поставьте плюсы. Кто считает, что вот этот блог не вызывает вообще никакого чувства, что это деловой блог, и что его читать неудобно. Вот если вы согласны со мной, вот такое вот никогда не делайте, потому что просто на такой блог серьезные люди, которых вы, естественно, хотите получить свой бизнес, они зайдут и уйдут. Это совершенно ясно и понятно. И вот вернемся теперь к навигации. Самое главное, что вы делаете, да, в навигации, чтобы вашему читателю было удобно, да, чтобы он кайфовал здесь. И вот здесь, видите, с левой стороны, ну, зайдете потом на мой блог, посмотрите, очень хорошо видны рубрики, да, прописаны рубрики. И это называется в блогере ярлыки, ну, мы их переназвали в рубрике, да, потому что ярлыки людям непонятно, тоже Юлечка вам все это объяснит. Потом второй раз повторяются уже особо популярные статьи. И третий раз вот здесь, где архив, снова повторяются эти статьи. Дело в том, что, в принципе, такие опции нам дает блогер, разрабатывали его профессионалы. Вы представляете, три раза повторяется одно и то же в разных местах. Для чего? А для того, чтобы, если ваш читатель в каком-то месте пропустит что-то, да, важное, что вы написали, он на него накнется второй или третий раз, потому что наша цель задержать читателя на блоге, для того, чтобы он все-таки нашел что-то нужное для него и остался нашим постоянным читателем, стал нашим фанатом. Вот с правой стороны вы видите сразу же наверху форма подписки, да, чтобы человек, если ему понравилось, он обязательно подпишется на обновление. Может быть, у вас потом будет какая-то программа, какая-то другая рассылка, потому что рассылка – это неотъемливая часть бизнеса. И он тогда подпишется, надо видно, чтобы где это было. Потом далее следуют партнерки. Значит, поставьте, пожалуйста, единицы, кто знает, что такое партнерки, и двойки, кто не знает, что такое партнерки, партнерские программы. Вот единицы, кто знает, двойки, кто не знает, чтобы я знала, как вам объяснить. Ага, мнения разделились. Хорошо, тогда объясняю. Значит, например, вот эта вот подписка, да, у меня сделана форма подписки. Всем известная, кто хоть чуть-чуть, да, вот в интернете и в бизнесе. Самая лучшая служба рассылок – это смарт-респондер, через который мы оформляем вот это и выставляем здесь такую форму. И я рекомендую людям то, чем я пользуюсь сама, самой лучшей службой. И, естественно, когда я это рекомендую, смарт-респондер мне какие-то там 5 копеек платит. Это не те деньги, на которые можно заработать. Но вы можете потом, скажем, накопить эти денежки уже на платную рекламу, да, вот на какие-то, на платный сайт. Но это как для вас дополнительный заработок, это не самое главное. Самое главное, что вы людям рекомендуете хорошие службы, как вы в жизни рекомендуете хороший магазин, да, и точно так же в сетевом маркетинге свой продукт. И это небольшие заработки, но это повысит вас в глазах людей, если они тоже будут довольны этой службой. Партнерок много ставить не надо. Одну, две, максимум три партнерки, какие мы еще потом с вами чуть-чуть дальше поговорим. Ну вот здесь у нас идут наши постоянные читатели. И вот здесь я оценила свой сайт, людмирокоролева.ру, потом вам пару слов тоже о нем скажу. Вот сайт 4 месяца в интернете, он уже стоит примерно там 2300 долларов. Вот чтобы вы понимали, если правильно сделанный сайт, то он и денег стоит. Ну а в середине, конечно, располагаются статьи. Это самое важное на вашем блоге, потому что все, что было раньше, это мертвый скелет, да, просто удобно читать, удобно смотреть, приятно на этом блоге оставаться. А сейчас нам надо создать роскошное, привлекательное тело для вашего блога, чтобы каждый ваш целевой посетитель, который попал на ваш блог, прилепился к нему навсегда. Хочу вас предупредить вот о какой вещи. Многие люди, когда создают блог, они идут по пути наименьшего сопротивления. Что они делают? Они находят какие-то хорошие статьи на блогах известных людей, и эти статьи толкают на своем сайте, чтобы показать, какие они умные. И вы знаете, вот я как-то зашла на один такой блог, симпатичный такой, ну фотография, да, привлекает. Фотография тоже важна. Вот вам потом Ада по фотографиям сделает тренинг. И хорошие умные статьи, выглядит все симпатично, дизайн тоже такой спокойный. И вдруг я натыкаюсь на статью, которую я читала на блоге одного очень известного инфобизнесмена, но я с ним знакома еще с 2000 года. Наверное, многие из вас слышали имя Дмитрия Смокотина, да, поставьте плюсы, кто слышал его. Кто слышал про Дмитрия Смокотина, может, бывал на его тренингах или читал его блог, да. И я с ним очень хорошо знакома и знаю, что это его статья. Вот, и вот мы с ним периодически общаемся. И вот этот парень выдает эту статью за свою, даже не ссылаясь на автора, да. И так как я это сразу увидела и поняла, у меня это вызвало очень такую реакцию отторжения сразу. И я больше никогда не приду на его блог, и, естественно, никогда не буду партнером с этим человеком. Вы можете публиковать чужие статьи. Только или вы даете ссылку, да, на блог, откуда вы это взяли, или, опять же, вы пишете, чья это статья, можете прокомментировать ее, согласиться или не согласиться. Но только вот не делайте такие вот некрасивые вещи, потому что это все равно выйдет наружу. Вы можете, конечно, на своем блоге сделать библиотеку хороших таких материалов информационных, но это не даст вам личного бренда. Но, скорее всего, если вы хотите это сделать, можно сделать просто библиотечку полезностей, да, как рубрику вашего блога. Вот, но статьи пишите свои авторские статьи. Следующий вопрос. А о чем писать? Да, это я вам уже рассказала, где что располагается. О чем писать? Писать нужно о том, что вы хорошо знаете, допустим, что-то на практике попробовали, делитесь этим считателем. И если вы хотите получить партнера в свою команду, все это должно быть близко к теме, да, не уходите от темы. Потому что основная тема должна быть посвящена полезностям в нашей индустрии, развития этого бизнеса, разных фишек для успеха, как и где, что делать, да, может быть, какие-то технические вещи. Короче, пишите о том, что вас волнует, то, что вы сделали, и как у вас это получилось, да, вы продаете истории. Вы должны стать уникальным, не похожим на других, запоминающимся. Не просто пересказывать то, что другие люди рассказали, потому что, помните, да, есть сочинение изложения, вы можете взять чужую статью и изложить их. А вы можете поделиться собственным опытом, рассказать свою историю, чью-то историю. Короче, станьте непохожими. Давайте мы назовем вот эти непохожие блоги розовым слоном. Вот вам нравится этот слоник, ребята? Поставьте плюсы, кому нравится, кто хочет быть уникальным розовым слоном. Потому что слоны бывают черные, серые, белые, розовых не бывает. А вот надо стать действительно розовых слонов, потому что сегодня полно сайтов со всякими курсами, со всякими обучениями, всякой разной раскруткой в интернете. И в основном они все похожи друг на друга, есть только небольшой процент действительно уникальных сайтов. И вы тоже можете стать таким же уникальным розовым слоном. И пишите о том, что действительно вы хорошо знаете. Конечно, если вы спец, например, в рыбалке, и ваш блог будет посвящен рыбалке, то вы не получите целевую аудиторию для своего MLM-бизнеса. Но это может быть отдельной рубрикой в вашем блоге. Что вы живой человек, что люди о вас что-то узнали. Вот это очень важно, я вам тоже это покажу чуть позже. И как-то привяжите это к теме, как вы отдыхаете. Или, может, на рыбалке, или на шашлыках вы собираетесь со своей командой. Ну, как-то это свяжите. Сейчас я вам объясню, как это все работает. Вот, например, когда я начинаю работать с человеком по блогу, да, я спрашиваю его долго, нудно, иногда им не очень это нравится, но вот вытягивая из него, чем он увлекается, что он умеет вообще, чем в жизни занимался, чему он хочет научиться. И вот таким образом, вытаскивая именно его личное, особенное, мы выбираем тему для блога, потом разбиваем ее на рубрики и начинаем работать со статьями. Ну, если вы никогда раньше не писали, у вас нет опыта написания статей, я вам советую, конечно, это делать с личным консультантом, потому что есть законы написания статей. Это называется копирайт, хотя есть и много информации по копирайту, но самому овладеть достаточно сложно, надо иметь большой опыт. Вот то, что я вам рассказала о себе вначале, именно благодаря этому опыту я копирайт схватываю моментально, да, и точно знаю, какие слова работают за, какие против, как располагать картинки, где что подчеркнуть. И вот когда у вас есть такой консультант, вот одна и та же статья, да, подправленная консультантом, она совершенно по-другому работает. И сейчас я вам приведу примеры, как мы это делаем. Вот, сейчас переключу следующий слайд, смотрите мой блог, называется он «Мастер-класс Людмилы Королевой». Ну, совершенно ясно, о чем блог. Я делюсь своим опытом, как раскручивать свой MLM-бизнес через интернет. И у меня здесь есть на этом блоге три сочетающих направления. Одно направление «Ваш домашний бизнес» или «Бизнес из дома» – это рубрика. Здесь я даю совершенно четкие, ну, такие практические тренинги, вот как сегодняшний тренинг, методы работы в интернете, максимальная автоматизация бизнеса, все из практики. Есть у меня полезные советы, разные советы по теме. Допустим, у меня пришла идея или что-то я попробовала, сработала, я тут же делюсь, моментально отдаю своим читателям. И есть блог «Деловая женщина», не блог, рубрикан, «Деловая женщина». Это из прежнего моего бизнеса опыт, потому что люди, скажем, я тоже женщина, и надо уметь себя подать, чтобы тебя приняли как делового человека, и чтобы получить дополнительные фишки, чтобы ты при этом классно выглядела. Как бы это связано тоже с бизнесом, поэтому вот такая вещь есть. Все статьи совершенно неожиданные, нет там банальщины, все они полезны. Вот как, ребята, я узнала, что эти статьи полезны. Значит, вы зайдете и посмотрите, первая статья опубликована 12 октября этого года, блог совсем молодой, вот ему вчера исполнился месяц. И как вы думаете, сколько посетителей прошло за месяц через этот блог? Причем я его не раскручивала, дала нескольким друзьям, и эти люди дальше начали передавать, дальше передавать. Именно из-за того, что вещи важные и нужные, вот пришло достаточно приличное количество людей. Вот напишите цифры, какие вы думаете, сколько народу за месяц прошло через блог? Любые пишите, какие вы хотите. Вот заметь, месяц новый, нераскрученный блог. Как вы думаете? Ну вот тут есть цифры приближенные, да, вот сегодня я смотрела 2230 человек. Ну как бы 5000 нераскрученный, конечно, если пустить в контекстную рекламу, можно и 10 тысяч получить. Но вот нераскрученный блог 2300 – это, конечно, очень хороший результат. Именно из-за того, что нужно, потому что люди просто сами в себе передают. Ну как вирусный маркетинг – это тоже отдельный тренинг. И вот рубрики я вам рассказала. И еще я вам хочу сказать, почему я сделала блог на блогере. У меня есть две совершенно четкие цели. Первая для моей команды, вторая лично для меня. Значит, для моей команды у них нет ни технических знаний, да, ни какого-то опыта. Может быть, у кого-то материальных возможностей нет, у кого-то ментальных возможностей нет. Люди как бы не уверены в себе, страх, нет навыков в интернете, чтобы они увидели, что можно прекрасно делать свой бизнес через этот блог. Это первое. Второе. У меня есть сайт Людмила Королева, да, естественно, на платном хостинге. Вот его шапка этого сайта. И этот сайт посвящен магии успеха. Но в отличие от этого блога, на этом сайте я делюсь считателями, как раскрыть вообще свой потенциал, ну и как стать успешным, в первую очередь, на ментальном уровне. Потому что если мы хотим изменить свою жизнь, да, мы должны сначала изменить свое отношение к жизни, и только потом жизнь меняется. Вот, есть такой очень известный тоже инфобизнесмен, Радислав Гондопас, самый высокооплачиваемый человек, который обучает ораторскому искусству. Вот если кто-то из вас слышал это имя, тоже плюсики поставьте, Радислав Гондопас, сходите на его блог, послушайте его тренинги. Потрясающий вообще человек, очень интересный. И вот он на своем блоге рассказывает историю. Да, слышали, да, есть люди, которые слышали. Молодцы, у нас такая аудитория замечательная собралась, блеск. И вот на своем блоге, Татьяна наткнулась, мне очень понравилась эта статья, он рассказывает о том, как они на Рублевке катались с его супругой на катке. И она говорит, слушай, Радислав, вот я вижу вокруг лица такие улыбающие, от них исходит такой позитив, ну вообще какие-то вот они такие раскрытые, уверенные в себе. Вот там, где мы раньше жили, на том катке, лица у людей были совсем другие, они какие-то были замкнутые в себе, неуверенные, у них не было вот такого позитива не исходило. Скажи, у них такие позитивные лица, а потому что они разбогатели, и на это Радислав ей ответил, они сначала сделали такое выражение лица, и только потом, и именно благодаря этому они разбогатели. Поэтому вот этот момент очень важный. И сайт тоже получился очень нужный. Опять, как я его узнала, сайт 17 июля, я его поставила в интернет, и вот за 4 месяца 20 тысяч просмотров, тоже ничего еще не раскручивала. Вот люди от человека, человеку передают. И вы знаете, когда я его ставила в интернет, я набирала в интернете Людмилу Королева, ну на поисковиках по-русски и по-английски. И мне выходило много разных страниц, и много Людмил Королев разных, и я там появлялась где-то на второй или на третьей странице. Вот сейчас, ребята, вот вы можете после тренинга зайти в Google или в Яндекс, набрать Людмилу Королева по-русски или по-английски. Ну, во-первых, на первом месте вы увидите этот сайт, и в первые десятки 5 ссылок на мой сайт. Это опять говорит о том, что люди его читают, много очень людей подписывается, потому что тема для людей очень важная. Ну, теперь вернемся к нашим баранам, да, это я к чему говорю, не потому что хочу рассказать, вот какая я, да, а к тому, что если вы пишете для людей, да, не для себя, а для людей, даете им нужное, полезное, отдаете много, вы станете популярны, вы получите от этого результаты. Поэтому все время думайте, что вы можете людям дать. И сейчас вот я заканчиваю как раз усовершенствование нашей команде системы автоматизации, кое-что там меняю, сейчас я это закончу. И на свой сайт людмилакоролева.ру поставлю блок на WordPress, где я перемещу туда все, что я делаю на блогере. А что я буду делать с блогером? Вот это тоже для вас секретик, очень классная фишка, нужная для раскрутки. Потом блогер, во-первых, вы можете перенести его на платный хостинг и на свое собственное имя, тоже есть такая функция у блогера, чем он хорош. И кроме того, вы можете оставить этот сайт для анонсов вашего платного сайта и вашего бизнеса, потому что он уже будет раскручен, люди будут приходить, и у вас будет еще один очень ценный-ценный инструмент. Теперь я хочу вам привести примеры новичков, да, вот люди, которые только сейчас начинают. Ссылку Дмитрий, людмилакоролева.ру, вот вы наберите в интернете Людмила Королева, не промахнетесь. Окей? Итак, друзья, сейчас я вам покажу начинающих людей, да, которые вот совсем недавно, вот эта шапочка блога Юли, которая в следующий раз будет выступать, чуть больше года, как она начала что-то действительно по делу делать в интернете, раньше она просто там игралась. И тоже вот месяц или полтора месяца назад сделала блог, очень симпатичного, даже шапочка симпатично выглядит. И классная совершенно пишет статья, обалденная. Вот у нее рубрики, вот она придумала замечательное название «GPS-навигатор успеха». Вот в этой рубрике, да, сайт называется «Маленькие секреты большого бизнеса». Классное название для пусковиков, тоже очень хорошее. «GPS-навигатор», она там пишет о том, как создать собственный бренд, всякие хитрые настройки блогера, да, вот, ну, короче говоря, то, что нужно для успеха, причем все советы дельные, полезные, которые можно сразу же применить. Дальше у нее есть еще тема «Только для женщин», так как у Юли есть очень большой опыт работы в магазины с продажами купальников. Как вы думаете, напишите ваше предположение, как можно купальники прицепить к нашему бизнесу? Ребята, ссылки известных людей набирайте в интернете «Гондопас», вам сразу выдадут «Гондопаса». Уже Людмила Королева тоже известна. Людмила Королева, вы сразу попадете на мой сайт, точно так же на «Гондопаса». Теперь, пожалуйста, как вы думаете, как связаны купальники с нашим бизнесом? Пожалуйста, вот, ваше предположение. Ну, красивое дело может быть и без купальника. Окей, смотрите, ребята, дело в том, если вы зарабатываете, да, но это с психологией, может быть, не очень сильно связано, вы преуспеваете в нашем бизнесе, да, вы отдыхаете, вы меняете стиль жизни, и вы отдыхаете, да, вы отдыхаете на каких-то курортах, и все нормальные компании делают вам такие поездки. Вы и купальник, кстати, не так просто выбрать. Вот кто с этим сталкивался, знает. Вы должны выглядеть классно, вы должны скрыть недостатки, подчеркнуть свои достоинства. И купальник – это новый стиль жизни, точно так же, как и ваш бизнес. Поэтому здесь связь совершенно четко происходит. Юля как раз в этом деле, да, имидж бизнес-леди, да, точно вот написали. Юля очень хорошо об этом рассказывает, потому что у нее колоссальный опыт. Следующий сайт. «1001 секрет бизнеса в интернете» от Татьяны Прокопенко. У нее очень интересные есть техники работы с головой. Зайдите, почитайте. Некоторые смешные, но, ребята, точно вам говорю, все это работает. И она все время это добавляет. В прошлом она еще занималась астрологией, там, секреты, как от года забирать больше. Ну, не будет вам там астрологических прогнозов, а чисто по делу, да. Вот этот год в деле несет вот это. И что нужно делать, чтобы этого достичь? Ну, и, конечно же, об МЛМ, правильный выбор компании, продукта, методика работы в интернете. Вот такие вот вещи. Следующая страничка. Ада. Нет, не Ада, это Валентина у нас Борисова. В прошлом спортсменка, чемпионка по большому теннису. Я не сильно в спорте разбираюсь, но я вам хочу сказать, это очень сильная вещь. Только начала она сайт, у нее интересная история, там, почитайте. Ну, я знаю, и вы знаете, наверное, что спортсмены для того, чтобы дойти к победе, дойти к своей цели, они очень много тренируются. И сначала не получается, они снова отрабатывают какие-то методики, и они точно знают, сколько им нужно протренироваться. Вот у меня в сети была женщина мастер спорта по плаванию. И она знала, сколько ей надо в бассейне километров проплыть, чтобы прийти на золотую медаль. Вот вы со мной согласны, да, что у спортсменов есть классная методика, как побеждать и достигать своих целей. И вот Валя с точки зрения спортсмена таким образом и пойдет людям помогать. Вот согласны, да, что спортсмены могут нас научить, как тренироваться. Плюсики поставьте, если согласны, как тренироваться и как побеждать. Пока вы ставите плюсики, кто согласен. В интернете мы купальник не меряем. Вот вы зайдите на сайт и посмотрите, Сергей, что она описывает и какие вещи нужно учитывать, когда вы примеряете купальник в магазине. Окей, это просто советы. Следующий сайт. Ваш бизнес в интернете и на какие грабли не надо наступать. Вот Ада хорошо знает, что такое социальные сети, какие там есть фишки, секреты. И вот она вам рассказывает эти фишки, сделает вам потом тренинг про эти фишки. Вот тоже недавно начала. Еще один сайт. Николай Андронов в прошлом. Командир, я не знаю, как это правильно сказать. Командир самолета, да, гражданской авиации. Наверное, так правильно. Вот этот человек очень хорошо знает, как брать на себя ответственность, как вообще организовывать все, в чем важна дисциплина, как научить людей брать на себя ответственность, как научить людей тоже дисциплине. И вот с этой точки зрения он будет рассказывать об MLM. Вот, ребята, скажите вам, как вам вот эти идеи? Скажите, вот поставьте там, я не знаю, там по шкале от 1 до 5, как вы думаете, насколько вот эти уникальные идеи вот этих блогов и как они будут привлекать к себе людей и целевых покупателей? Вот ваше мнение по шкале от 1 до 5. И действительно это не похоже на все, что вы раньше видели в интернете. Правда? Ну, конечно, для того, чтобы такие вещи делать, конечно, нужен опытный консультант, который подскажет вам, да, как это все будет работать. Спасибо вам за оценку. Теперь смотрите, вот как вы видите, блоги у них у всех разные. Вроде бы на одну и ту же тему, да, но жизненный опыт у всех разный, подача разная, разные фишки, да, с разной точки зрения все это рассказывается. Потому что для кого как подойдет, каждый из них притянет тебе свою целевую аудиторию, которая нуждается вот в этих соседах, которая будет бесконечно благодарна за это. И они станут их фанатами, впоследствии партнерами. Поэтому до того, как вы начнете создавать такой важный инструмент, как блог, посоветуйтесь со специалистом, вот как создать, как стать уникальным. Потому что вот эти ребята, хотя блоги начинающие, они уже розовые слоны, уже даже люди подписываются к ним тоже. И, конечно, я вам не смогу рассказать все важные мелочи, которые надо учитывать, потому что это индивидуально для каждого человека, для каждой темы, для вашей компании. Ну, по крайней мере, какое-то общее представление у вас будет, вы будете знать, от чего отталкиваться и к кому вам обращаться за помощью. Теперь следующая важнейшая вещь, как писать. Это очень важно. Вот вам пришла идея в голову, вы хотите о чем-то написать. Вот вы много тренингов слушали, какой-то путь прошли, и вы решили это написать. Но прежде чем вы начнете писать, ответьте себе на несколько вопросов. А кому это нужно? Нужно ли это вашей целевой аудитории, которую вы себе выбрали? Если им это нужно, переходите к следующему вопросу. Что от этого читателю? Вот какой результат он получит сразу от того, что вы написали? Например, если вы будете писать историю сетевого маркетинга, ну, какой результат человек получит от истории целевого маркетинга? А если вы, например, напишите, как у Тани написана статья, какие компании, виды компании лучше всего подходят для автоматизации в интернете, вот это для человека результат. Поэтому думайте, когда вы накидали, о чем вы хотите писать, какой результат получит. Ну, и, естественно, следующий вопрос, что мне с этого? Какой результат я хочу получить? Ну, ваш главный результат, да, особенно поначалу, это получить постоянных читателей, да, чтобы они потом впоследствии перешли в партнеры. Теперь, ребята, как строится статья? Вот это очень важный момент, модули или блоки статьи. Когда мы это все определили, обязательно должен быть убойный заголовок. Вот заголовок – это настолько важная вещь, это и для поисковых систем. И когда люди зашли на ваш блок, если заголовок никакой, они зашли и вышли. Больше они уже не вернутся, это не журнал, который валяется у вас дома где-то на столе, и вы потом наткнулись на что-то. Это интернет. И вот наверняка, вот если что-то вы в интернете разыскиваете, да, вы набираете какие-то слова ключевые, да, по которым вы хотите найти, и вам выбрасывает каталог, да, или поисковая система выбрасывает какие-то сайты. И вы не тыкаете по каждому сайту, а вы проходите по заголовкам, да, заголовки и первые несколько строчек. Правда, вот кто со мной согласен, плюски поставьте, что когда вот вы что-то ищете, и вам поисковая система выбрасывает, вы проходите по заголовкам и первым нескольким строчкам. Поэтому вот это необычайная вещь – убойный заголовок. И, естественно, первая фраза, которую сразу зацепила, человека остановила и первый абзац. И тогда он уже начинает читать дальше. Следующая вещь, чтобы человек еще прилепился, это картинки, да, обязательно. Это тоже искусство – вставлять картинки. Вы можете поставить картинку, не можете, а нужно, да, в самом начале, перед первой фразой, и потом еще распределить картинки внутри статьи, которые подходят по тексту. Причем картинки, даже если вы пишете о каких-то негативных вещах, они не должны быть ужасными, да, в них все равно должен быть некий негатив или юмор, потому что это люди отталкивают. Пройдено на собственном опыте, знаю. Дальше, следующая часть вашей статьи. Вы раскрываете проблему, приводите примеры, рассказываете истории. И, например, вы хотите там о чем-то рассказать, что вот, да, ребята, вот пытались строить блоги, но там что-то не получалось, и вы вот-вот думаете, как же правильно это делать, да, вот тема какой-то статьи, вы раскрываете эту проблему, рассказываете истории. Потом дальше вы даете решение проблемы, да, и опять же, когда вы даете решение проблемы, люди покупают истории. Рассказывайте истории простым вот таким вот языком и то, что вы получили на собственном опыте, потому что вот люди верят, ну, не MLM-щикам не рассказывать, да, что продаются именно истории. Следующая вещь – видеоролики. Лучше всего, если вы записали свой видеоролик или какой-то хороший, проверенный, качественный ролик, то уже поставить статью где-то в середине статьи, потом продолжить его обсуждение, или в конце статьи, как уже резюме всего, или, может быть, какой-то аудиоказ, да, вы тоже можете поставить статье, вот, которая идет дальше по теме. И дальше в статье, когда вот вы дали решение проблемы, призыв к действию. Вы должны написать о том, что вот теперь вы можете сделать вот это и это, да, призывайте к действию человека, чтобы он почувствовал, что то, что вы ему дали, он получит результат. Следующая вещь, ребята, очень важны комментарии для имиджа вашего блога. Я хочу вам сразу сказать, что никто не будет просто так добровольно комментировать. Сразу хочу вас предупредить. Сначала там вы можете попросить друзей что-то комментировать. И это отдельный тренинг, как правильно комментировать, как другие вещи какие-то делать, как комментировать на других блогах. Это уже относится к раскрутке. Так вот, хочу вам сказать, что вы должны их призывать комментировать. Не просто сказать, прокомментируйте, пожалуйста. Да, а вы, например, написали статью. Задайте вопрос. А что вы думаете? Вот, может быть, вы дадите какой-то совет. Может быть, вы дополните то, что я вот здесь вот написала, написала, да. Да, и вот таким вот образом, ну, если, конечно, статья вызывает эмоциональный отклик, то обязательно люди будут комментировать. И вот стимулируйте, опрос какой-то устройте. Вот нужно здесь немножко творчество проявить. Следующая вещь. Вот статья, вроде бы, она конкретная, что-то какие-то вещи дает, но в ней должна быть некая незаконченность, да, что вот что-то еще вы потом немножко попозже сможете людям дать, чтобы они ждали следующих вещей в этой рубрике, да, что вот еще там какие-то вещи можно делать. В пейсе вы можете написать какую-то пейс, да, по скриптум. Люди всегда смотрят по скриптум. Это известный прием вообще копирайта. В пейсе вы можете написать, что о чем будет следующая статья, или еще какую-то важную мысль, да, или тоже по поводу комментариев. Поэтому вот эти вот модули статьи, они вот именно так должны быть расположены, и тогда ваша статья сработает, и людям это будет нравиться, они будут подписываться на ваше обновление. Вот хочу спросить, ребята, я вот сейчас вам показала, как делается схематично статья, да, вот это вам дало что-то новое, там, я не знаю, циферки какие-нибудь поставьте, троечки, что ли. Вот это вам дало, как-то поможет в будущем дальше, то, что я вам сейчас выдала. Окей. Ну, каждый ставит свои циферки. Я очень рада, да, что вам это поможет. Но, конечно, все равно, вот, какой заголовок работает, какой не работает, какая первая фраза, это тоже, конечно, с консультантом тоже нужно делать. Теперь вы думаете, это все, вы написали статью, можно ее печатать, ничего подобного. Теперь после написания, внимательно-внимательно прочитали, да, поставили себя на место читателя. И задаете следующие вопросы. Удобно ли статью читать? Вот, статья не должна идти сплошным полотном, там должны, она должна быть разбита на абзацы, картинки должны освежать, к чему-то привлекать, может быть, какие-то слова или фразы выделенные, может быть, какие-то подзаголовки, да, чтобы у человека это не сливалось все, потому что с экрана вообще читать тяжело. Потом следующий вопрос вы задаете. А понятно ли написано? Вот то, что вы хотели донести до читателя. Вот вы читаете со стороны, вы вообще поняли, о чем вы сами написали? Вот что вы хотели читателю дать, донести, да, какую-то важную вещь, вот все ли он понял, что вы сделали? И третья вещь – язык написания. Значит, не пишите какие-то научные трактаты литературным языком со сложными оборотами. Представьте, что вы разговариваете с очень важным для вас человеком, потому что каждый читатель для вас очень важен. Вот в личной беседе вы ему рассказываете историю, да, вы с ним поделились, что у вас происходило и как вы этот вопрос решили. Но терминологию желательно не использовать, но если это какая-то специальная статья, да, например, вот как в блогере вот что-то выставить, вот то, что Юля будет делать, просто вы термины потом объясняете, да, вот делаете такие вещи. Но вообще вот должно читаться, вот как песня, она должна литься, чтобы вам было удобно. Теперь полезные советы, ребята. Вот это слушайте внимательно. Значит, первый, цените, любите своих читателей. Каким образом вы это проявляете, сразу же отвечайте на их комментарии. Вот если они написали комментарии, вы им говорите спасибо, пишите, как им важно, важен их комментарий, их отзыв. Вот мне некоторые пишут на блоге, а некоторые пишут в почту. И некоторые комментарии, вот я у себя на сайте Людмилы Королёва, то, что на почте пишут, выставляю в отзывах, потому что настолько трогательные есть вещи, совершенно потрясающие, не буду тратить сейчас в это время, кому интересно, почитайте. И вот вы обязательно должны написать, что вы это цените. И действительно это здорово, это радует вашу душу, что вы действительно написали что-то для людей хорошее, ценное. И они за это будут вам тоже очень благодарны и тоже будут очень преданы. Следующее. Еще больше цените своих подписчиков. Вот те, кто подписался к вам, вы их очень цените. Но я, например, когда человек подписывается, я ему сразу присылаю подарок. Иногда два подарка. Потом периодически присылаю какие-то подарки. Но или какой-то ценный тренинг, или приглашение на тренинг, или какую-то ценную книжку, ну, какой-то ценный ролик. Есть много разных вещей. Поздравляйте их с праздниками. Вот есть совершенно классная тема, вирусный маркетинг через поздравления. Обалденное. Тоже сделаю потом вам тренинг. Можно сделать целый курс. Потом, то, что касается раскрутки. Не меньше 10 статей, ну, пускай даже хотя бы 7 статей, должно быть на блоге таких классных, хороших, ценных. И тогда нужно начинать раскрутку блога. Это тоже большая тема. Мы сейчас не будем ее поднимать. Но начните с того, что вы делитесь там на социальных сетях. И потом еще есть много разных сервисов, через которые это раскручивается. И к вам приходят люди. Новые-новые люди тоже. Есть курсы, есть специалисты. Я там вам тоже могу подсказать, как это делается. Следующее. Когда вы пишете статьи, ни в коем случае не уговаривайте людей на что-то. Не переубеждайте их ни в чем. Этого ни в коем случае делать нельзя. Вы людей от себя оттолкнете. Разберите какую-то тему. Выскажите свое мнение. Поделитесь своим опытом. И посоветуйте людям сделать выбор. Но если вы правильно раскрыли цену, тему читателя, если это ваш читатель, он сделает такой же выбор, который сделали вы. Это ваш целевой читатель. И поймите, что вы пишете для лояльной аудитории, которая пришла к вам, потому что она искала то, что даете вы. И как привлечь этих лояльных читателей, тоже раскрутка, где и как это грамотно делается. И поэтому, еще раз повторяю, не переубеждайте, не делайте каких-то таких заявлений, что это хорошо или плохо. Показывайте какие-то вещи, их положительные, отрицательные вещи. И делайте выбор. Говорите, я выбрала, например, вот это, потому что потому. Вот это очень важный момент. Теперь писать надо регулярно. Когда только начинаете блог, не делайте его месяцами по полгода. Сделайте его быстренько. 2-3 статьи в неделю, для того, чтобы начать раскрутку, привлекать своих посетителей. И потом уже можете один или два раза в неделю добавлять туда статьи. Причем не обязательно делать огромные статьи. Вы можете, вот как у меня есть маленький советик, на полстраничке статья. Или, например, я вот несколько дней назад сделала статью «Осторожно, мошенники». Может быть, кто-то из вас там уже был и видел это. Это о том, как у вас в интернете на разных сайтах говорят «Отправьте номер телефона, вам пришлют смс сотового телефона, и потом с вас снимают деньги». Да, вот, ребята, вы сталкивались с таким, да, вот с такими вещами в интернете. Зайдите, почитайте статью, чтобы тоже не попасть на бабки, потому что я там рассказываю, как вообще с этим совсем бороться. Да, и вот так как это такая животрепещущая для людей тема, в первый же день прошло через эту статью 200 человек, да. Поэтому вот такие вот вещи просто пожизненно тоже очень важные. Ну, теперь то, что касается правила копирайта. Значит, изучайте копирайт, как правильно писать, да, какие слова там ключевые, не ключевые, креативные, не креативные, как что располагать, какие обороты. Лучше, конечно, если у вас будет консультант, который будет вам помогать, и плюс вы еще будете прорабатывать дополнительный материал. Ну, может быть, я тоже когда-нибудь сделаю курс по копирайту, хотя их есть много очень хороших. И поймите, ребята, главное его величество – контент. Контент – это то, чем вы наполняете ваши статьи. Вот это самое главное. Вот, понимаете, люди, когда к вам приходят, почему они приходят? Дизайн их мало интересует, чтобы вы знали. Их интересуют там какие-то фишки, что вы пишете вот для меня, да, вот именно для него. Они хотят получить что-то ценное, уникальное, нужное, поучиться чему-то. И манера, конечно, изложения должна быть легкая, да, чтобы вот на любом уровне человек простым языком, вот я иногда пишу, и мне этот проверятель орфографии пишет, это простонародное слово. Если вы допускаете такие выражения, да, вот простыми словами пишите. И людей, конечно, интересует еще и то, что вы им даете, и ваши личные качества, да, и когда вы отдаете много, они к вам проникаются, да, доверием, и действительно вас очень ценят, как профессионала, как эксперта. И это тоже такая очень большая тема. И еще одна очень важная вещь. Когда вы пишете, да, и тем более, что вы занимаетесь раскруткой в интернете, вы должны обратить внимание на такую вещь, как статистика. Вот в блогере есть статистика, достаточно неплохая. У меня стоит еще дополнительная статистика. Я очень люблю хот-лог, мне нравится. И вот если вы хотите узнать, да, о том, ли вы пишете, и о чем вам вообще дальше писать, то спросите свою статистику. Вот я вам сейчас покажу. Значит, вот у меня есть три странички, кроме главной. Вот вы видите здесь, что 12 октября я поставила, да, об авторе коротенькую, без перечисления биографии, но которая несколько фраз говорит обо мне. Вы видите, как люди на это смотрят. Потом связаться с автором, и потом, попозже я поставила моя миссия, хочу кое-что там туда еще добавить. И вот смотрите, миссию я поставила в ноябре, 6 ноября, это прошла неделя. Посмотрите, сколько людей посмотрело. Ваша миссия, ваша философия, да, вот по сравнению за месяц, и фактически вот ваша философия, как и вы, кто вы, людей это интересует. Это очень важно написать, причем так, чтобы людям было интересно. Не где родился, где крестился, да, чтобы это как-то ваша личность проявила. Теперь давайте посмотрим по статьям. Вот то, что касается деловой женщины, да, люди смотрят понемножку, ну, может быть, смотрят только женщины, мужчин это не интересует. Вот на третьем месте стоит статья, как раскручивать свой бизнес через YouTube, через видеоролики. Потом вот осторожно мошенники, вот за несколько дней сколько люди посмотрели. Ну и, конечно, самое интересное, вот этот тренинг, как получить бесконечный поток партнеров. Поэтому вы смотрите на эту статистику, и вы видите, на что люди приходят больше, что больше читают. Вот всякие мелочи из этой темы дальше и развивайте. А то, что читают меньше, значит, меньше об этом пишите. Потом интересно посмотреть, из каких регионов приходят, из каких стран. Ну, вот это то, что мне показал блогер, а вот хот-лог я поставила две недели назад, он показал большее количество стран вот за последние две недели. И вы посмотрите, если вы хотите строить на земле, да, или какую-то свою целевую аудиторию, посмотрите, из каких стран люди больше реагируют, там целевую аудиторию ищите. Вот целевая аудитория по городам России. Вот я недавно выяснила, где находится этот Ханты-Мансийский автономный округ, да, вот, вот из таких вот разных стран приходят люди. Поэтому статистика вам очень многое покажет. Вот здесь вы видите месяц блогу, да, и уже поисковые системы по поиску его выдают. Есть сайты, на которых есть ссылки уже на этот блог. Вот таким образом вы проверите, правильно ли вы делаете. Если неправильно, значит, будете поправлять. Вот. А теперь, ребята, приготовьтесь. Самый-самый важный совет. Наиважнейший совет. Когда вы пишете, не думайте о деньгах, о будущих партнерах. Думайте о том, как вообще много важного и полезного вы можете дать читателям. Короче говоря, одной фразой. Кайфуйте от процесса. Вот, когда вы будете получать удовольствие от того, что вы отдаете, люди прилепятся к вам навсегда. Вы станете теми самыми розовыми слонами, да. И пройдет, конечно, не завтра, а два-три месяца, шесть месяцев. И поверьте мне, люди будут упрашивать вас, чтобы вы взяли их в свою команду. Вот на себе я это проходила. И вы построите классный бизнес, настоящее богатство. И самое главное, что вы действительно будете получать истинное удовольствие от своей работы, от того, что вы делаете, и какой круг людей к вам притянется, от которого вы тоже будете кайфовать. Ну и, конечно же, вы станете успешными. Вот, скажем так, вкратце общий обзор, как вот сделать такой блог, чтобы он притягивал, да, раскрутка блога и остальные вещи – это уже другая тема. А сейчас я хочу вам представить, что будет у нас в следующий раз. Вот вы видите Юлию Мельцер, замечательную девушку, которая сделает для вас тренинг «Секреты настроек блогера». Обязательно будьте, поверьте, то, что она вам расскажет, вам не расскажет и не подскажет. Это было все на опыте раскопано. Такие фишки нашли совершенно потрясающие. Не буду раскрывать секреты. Вот Юля вам все расскажет. Как вообще создать этот аквант, как настроить дизайн. Там много разных есть фишек. Какие настройки включать, выключать, как работать с гаджетами. Гаджеты – это вот все модули, да, как правильно редактировать сообщения, вот как там со всеми вот этими вещами работать. Вот такие вот вещи она расскажет. Поэтому у вас есть, будет и как это технически сделать, и как вообще начать и создавать блог. Вот это, в принципе, все, что я вам хотела сегодня рассказать. И спасибо вам большое. Если есть вопросы, то я буду вам отвечать на вопросы. Да, ребята, у меня действительно пролетают иногда самолеты. Я живу в очень маленькой стране. Поэтому, когда самолет взлетает с аэропорта Бен-Гуриум, он пролетает через всю страну. Где скачать анализатор? Владимир, анализатор не скачивают. Вот Юля вам расскажет про статистику на блоге, как это делается на блогере. Там есть служба статистики, это будет в вашем прямо блоге видно. И HotLog – это есть сайт, на котором вы регистрируетесь, регистрируетесь, получаете там код, устанавливаете код у себя на блоге и тоже вот это получаете. Ребята, если есть какие-то вопросы, поставьте плюсики, что вы их пишете. И если нет вопросов, то тогда мы с вами попрощаемся. Пользуйтесь с удовольствием. Значит, если вы подписаны на рассылки тех, кто вас пригласил, все вы получите запись тренинга. Вот когда будет Юлия Мельцера, вот здесь прямо написано 20-го, 11-го. Окей? Так что вот такие вы можете на него попадать. Если оставляют люди ссылки на блогере, у вас в комментариях, и явно они к себе эти ссылки, ну как бы рекламные ссылки, я таких удаляю. Человеку пишу, такого никогда не делайте, потому что это просто спамеры. Вот на прошлом тренинге я вам говорила, что такое спамеры. Поэтому эти люди просто будут вредить на вашем блоге. Удаляйте их, ребята, они вам 100 лет не нужны. Вот тут какой-то сейчас законсервировал очень. В следующий раз, да, тоже в 20-30. Вот если вы в подписке у ребят, да, то они вам пришлют сообщение, там будет все написано. Поэтому держите с ними связь. Лишней информации мы людям не посылаем. Только запись тренингов, приглашение на тренинг, или какие-то хорошие, ценные подарки. Что-то вот здесь мне человек написал про законсервированный блог, но все время убегают у меня эти сообщения. Так, сейчас я смотрю. Сейчас еще минуточку. Хочу все-таки ему ответить. Может быть, там был какой-то важный для него вопрос. Вот опять проскочило. Сейчас законсервирую всю информацию на блог, который создал на WordPress. Да, правильно, так и нужно было сделать. Окей. Спасибо вам огромное, ребята. Удачи вам, всего хорошего. И до встречи на следующем тренинге. Запись вам пришлет тот, кто вас пригласил на эту встречу. Вот Ада вас пригласила, она вам пришлет это. Подпишитесь к ней на подписку, и вы будете все получать. Зайдите к ней на блог, свяжитесь с ней. Окей. Так, сейчас я вам сброшу ссылку на блогер. Ну, вообще, ребята, наберите меня в интернете. Вы сразу все увидите. Вот ссылка на блогер. И там есть. Вы можете попасть и на остальные блоги. А на мой сайт уже наберете в интернете Людмила Королева и попадете туда. На своем блоге я тоже поставлю. И ребята на своих поставят. Ну, все. Всего вам хорошего. До следующего воскресенья на тренинге Юли. И вы тоже все получите сообщения. Пока-пока.